Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим с вами об очередном ноже, который был передан мне на обзор в гипермаркетном ноже Резать.ру. Будет это нож. Название его вы сейчас видите, но, к сожалению, индексное. Я не стараюсь удержать его в голове. Но что-то производство в мастерской Алексея Шакурова. Сразу покажу. Поставляется вот в такой вот кожаной штуке. Я, честно говоря, даже не знаю, может быть, она производственная сделана, а может быть сделана прямо в мастерской Алексея Шакурова, потому что кожаные разного рода предметы там тоже выпускаются. Честно признаюсь, это довольно оригинальное решение, поставлять нож в ключнице, по сути дела, с логотипом производителя. Ну, может быть, по крайней мере, сделать что-то необычное. У них там, впрочем, я бы сказал, что есть, на мой взгляд, намного более оригинальные вариации, в чем можно из кожаных изделий носить нож. Но это вы, как к ним, на сайт. Оставлю ссылку, наверное, тоже можно будет посмотреть. Давайте теперь посмотрим на нож поближе, а потом я про него немножко порассуждаю, потому что здесь рассуждения, конечно, будут исходить прямо из самого ножа. Рукоять ножа сделана из двух половинок, которые сделаны из титанового сплава. Я постараюсь вот так вот при свете показать вам поподробнее обработку, как это все сделано, и показать, что эта обработка, она вот очень перекликается и на титановом сплаве, и на сталь Д2, которая есть у этого ножа на клинке. Очень интересно, очень необычно выглядит. На самом деле, вот мне такая обработка прям действительно нравится. Ну, так понимаю, что делается практически вручную. Это такой stone wash, наверное, хитрый как бы, но при этом вот прям прикольный. Посмотрите, как это все дело играет. То есть она такая, с одной стороны, выглядит простоватой, действительно ручной, а с другой стороны, очень приятной. Спейсер сделан из G10, такого вот оранжевого цвета. Меня эта штука тоже привлекает. Вот. При этом, зная о том, что очень многие люди, ну, скажем так, могут недолюбливать такое решение. Тут вообще есть такая маленькая хитрость. Ножи эти делаются в основном под заказ. Хотя, конечно, можно купить готовый, например, врезать точка ру. Вот. Но они делаются в основном под заказ, и там вы можете попросить этот спейсер не делать, поставить бомбки. То есть разные варианты, насколько я понимаю, есть. Исполнить этого ножа, вплоть до того, что его можно сделать под левшу. То есть этот нож под правшу. Можно, например, фрейм переставить на правую отсюда сторону, да. И, в общем, такие всякие вещи тоже возможно. Потому что клипса у ножа никуда не переставляется. Он все-таки предполагает, что вы его купите под себя, и она у вас стоит там, где вам надо. У этого ножа, кстати, очень клевая клипса. Я вот не берусь сказать, сделана ли она из какой-то отдельной стали. Это тот же самый титановый сплав, но она, в общем, очень здорово работает. Прям действительно. То есть чувствуется, что, не знаю, были ли у Алексея когда-то клипсы хуже, но, в общем, дело сводится к тому, что сделана здорово. Вот это прям хорошо. Она очень хорошо держит, но уже, с другой стороны, не дерет вам пальцы, когда вы ей пользуетесь. Причем, посмотрите, вот так вот покажу, как она сделана здесь. Она вся там закруглена, с той стороны. Это прям очень аккуратно и очень приятно сделано. Для рук вообще просто радость какая-то. Невероятно. Вариация на тему хиндерер-стоппера. Ну, такой специальная бунка, которая не дает вам отогнуть фрейм дальше, чем надо, чтобы он не вышел из строя. И здесь покажу такую штуку. У этого ножа нет сухаря. Нынешние ножема очень многие считают это трагедией, колоссальные, как бы какой-то невероятные. Ну, я вам так со своей стороны скажу такую штуку. Вот перед нами нож бенчмент скирмиш, у которого тоже, ну, это скирмиш маленький, мини, да? У которого тоже нет сухаря. И ножу этому, я так понимаю, в 2011 году он был продан новым. Вот. Сейчас 2009 на дворе. Этим ножом пользовался я, пользовался его прежний владелец. И это вот так вот работает. Знаете, как бы ни малейших люфтов. Вообще ничего. Я не знаю, честно говоря, что нужно делать с ножом, для того, чтобы вам в каком-то обозримом будущем потребовалось этот сухарь менять. Еще где вы это будете делать? Знаете, у меня все эти разговоры про то, что да, можно пойти к любому слесарю, там на раз-два вам сделают. Ну, попробуйте. Когда-нибудь попробуйте просто как бы сходить и сделать. Если вы к слесарному производству прямого отношения не имеете какому-то слесарю, я думаю, что вам это будет сделать очень непросто. Вот. Ну, ладно. Это мое частное личное мнение. Вернемся к ножу. А здесь еще есть не такой интересный момент. Давно не видел таких решений. Вот здесь у нас, видите, видны шлицы. Причем с другой стороны их нет. А вот упорный штифт, который здесь сделан, да, у него шлицов нет совсем. Не тут, не тут. Такая необычная достаточно конструкция. На осевом узле, ну, такой признак дорогой фурнитуры, как бы очень точно работающей. Всего лишь один шлиц. С другой стороны здесь все очень аккуратно заглажено. И опять-таки хочется вот опять подчеркнуть, что насколько оно тут все гладкое. Вот никаких ни малейших цепляющихся краев на ножи нет вообще нигде. Вот просто вообще. У него цепляется только режущая кромка, потому что она острая. В остальных местах ни одного острого места. Вот тут вот в этой, ну, скажем так, вариации на тему спайдер-холла, да, тоже все фаски сняты. Вот в отличие от только что снятого мной ножа спайдерка, тут вы никак себе ни ноготь, ни палец не повредите этим делом. Теперь, ну, замок, понятное дело, фреймлок, система удержания ножа бэринлок, бэринбол, да, это называется как бы там как-то так, по-моему, дэтант, короче говоря. Вот здесь есть шарик. Вот, я не знаю, получится ли его показать, но, в общем, вот тут есть, вон его видно. Теперь еще один интересный момент, это какие стоят здесь шайбы, потому что очень четко видно, что с одной стороны шайба стоит пластиковая, а с другой стороны, ну, видимо, латунная. И довольно небольшая. То есть, знаете, по конструкции всего узла в первый момент кажется, что она такая довольно дешевенькая, но я вам так скажу, что такая конструкция по сей день используется и на некоторых очень дорогих ножах, например, на Вильям Генри, к примеру, у меня вот есть такой нож. И никаких нареканий к флипу этого ножа у меня лично нет. Здесь все очень здорово отрегулировано, то есть здесь у ножа нет ни малейшего люфта, даже какого-то, который я мог бы почувствовать, лучше не говоря, который можно было бы увидеть. И при этом, понимаете, вот у него вот этот вот, знаете, вот наиболее похож на ножах Lion Steel такой флип. То есть, вот там нет, когда у них нет подшипника, он такой тяжелый, потому что такой тяжелый клин, он с таким оружейным клацем открывается, все вообще прям круто, это прям здорово очень сделано. Опять же, никакой фигни на обухе, он тоже очень нежный, можно, если нужно, надавить на нож сверху и не повредить руку, как бы, да, даже при какой-то очень серьезной силовой работе. То есть, очень тоже приятно сделано. При этом нож сделан из стали D2, как я уже говорил, и обладает клинком, который в самом толстом месте имеет толщину 4 мм. Но при этом он, как видите, сужается вот так прям очень активно. Вот. И имеет достаточно высокие спуски, поэтому я вот вам покажу сейчас, как выглядят подводы этого ножа, и вообще как выглядит его заточка. Я бы сказал, что нож явно заточен вручную, даже по заточке видно, что здесь очень острые углы заточки, ну, достаточно острые для ножа, для фабричной заточки, так будем говорить, потому что она и не фабричная. И здесь очень тонкое свинение. То есть, знаете, я бы сказал так, что вот я с трудом припоминаю, у какого бы это ножа при такой толщине клинка была такая вот потенциально режущая способность, потому что здесь геометрия режущая, спуски от обуха, в общем, вот такой вот элемент. Я так плавно перескочу к своим впечатлениям. Знаете, в первую очередь мне хочется сказать, что мы с вами имеем дело с очень продуманным ножом. Вот. И здесь нужно перейти к такому моменту, что, знаете, вот мне достаточно редко в руки достаются ножи подержать, вот вообще, в принципе, из этого сегмента ножевого рынка. Потому что это практически даже не медтек, а это можно сказать, что это ручное производство ножей. Их именно ручное производство, которое при этом делает ножи довольно-таки высокого качества. Вот. При этом, вот, понимаете, очень часто, допустим, когда ты держишь в руках подобного рода конструкции американских ножеделов, то там они для того, чтобы, ну, скажем так, нож имел какую-то понятную на рынке цену, стараются использовать массу премиальных материалов. То есть, как правило, это будет дорогая сталь, будут какие-то вот штуки, назовем это так обязательно, на рукояти те или иные, какие-то довольно сложные решения, которые как-то оправдают цену от тысячи долларов за нож. То есть, на самом деле, вот у американских мастеров они стоят примерно так. У Алексея, ну, если говорить в долларах, большинство ножей стоят, наверное, долларов 600. Что тоже нифига не дешево, конечно, скажем так, но, как бы, тем не менее, вот, как видите, таких вот прямо вот украшательств, в частности, на этом экземпляре особенных и нет при этом. Вот. И, честно говоря, я не знаю, как к этому относиться, потому что, понимаете, вот ситуация для меня лично такая приблизительно. Если отбросить вообще вопрос стоимости этих ножей, вот, в принципе, их отбросить, то ножи мне очень нравятся. Я, более того, скажу, что я вот не так давно держал в руках ножи, там, допустим, мастерской брать в Шарагоровых и должен сказать, что вот это вот этот уровень изготовления. Хотя таких ножей гораздо меньше, чем Шарагоровских, например, да. Ну, я вот не знаю, из ножей такого, такой цены, такого типа, вот у меня у самого, наверное, есть только вот такой. Ножик. Ну, вот так, да. Это вор в мастерской Чебурково, причем он тут кастомизированный, он такой существует в единственном экземпляре. Вот чувствуйте, что это, ну, как бы уровень ножей, он такой очень сильно похожий. Только разница заключается в том, что, насколько я понимаю, что ножи в мастерской Чебурково, это все-таки, если брать их без кастомизации, это Мидтек такой некий. То есть, там многое делается технологическими достаточно способами. А если я правильно понимаю, то в мастерской Алексея Шакурова ножи делаются, ну, практически полностью вручную. То есть, тут это вот просто разные способы производства, и это, видимо, накладывает определенный отпечаток на цену этих ножей. Поэтому, конечно, для меня это очень сложный вопрос. Но, понимаете, друзья, вот как бы при этом, знаете, вот у меня такое чувство, что как бы мне надо просто начать выкладывать в кадр рядом ножи, и, скорее всего, вы должны просто через кадр, мне кажется, прочувствовать мою эмоцию, чтобы я про нее сильно долго не говорил. Вот, понимаете, вот кто знает просто, сколько эти ножи стоят. В общем, эмоция довольно сложная. Я бы так сказал, именно довольно сложная эмоция про цену. Но я так думаю, что она у меня такая, именно просто потому, что я очень мало вообще, в принципе, общаюсь с вот этим вот сегментом ножевого рынка. Вот это мое такое впечатление, и я думаю, что больше про это говорить не стоит. А поговорить стоит все-таки о том, что я здесь вижу такую, знаете, вот именно очень, как мне кажется, распространенную среди вот именно ножеделов, таких одиночек, скажем так, модель работы с ножами. Потому что, вот знаете, ну, много у кого я смотрел сайты из американских, допустим, ножеделов, да и из российских тоже, кто делает какие-то вот индивидуальные такие работы. И, знаете, у Алексея вот не исключение. Есть несколько таких отработанных моделей ножей, на основе которых вы можете получить кастом. То есть, у них есть вот какие-то условно-серийные версии, назовем их так, мелкосерийные, да, собственно, которые вот можно купить, ну, где-нибудь в магазинах, они везде продаются. Но при этом, если вам хочется получить нож, как бы сделанный в некотором роде под себя на основе этой модели, а модели тут очень достойные, я должен сказать, что я посмотрел сайт Алексея, и там есть несколько ножей, которые мне еще больше хочется получить в руки, как бы просто для того, чтобы посмотреть, как это сделано, как это будет работать хотя бы хоть немножко. Я уж молчу о том, что я бы с удовольствием, наверное, обладал бы некоторыми из этих ножей, потому что вот эти вот ножи с идеей того, что это ножи с клинками 10 и более сантиметров, при этом весом до 120 грамм, ну, это прям такая, знаете, моя такая отдельная любовь, это тема для меня, да. То есть, как бы в свое время, например, вот этот ворон именно по таким причинам и был приобретен, потому что я искал себе, чтобы у меня был большой нож. Я перерос, честно говоря, как бы постоянное ношение больших ножей, но тем не менее, скажем так, ну, среди моих рабочих инструментов мне хочется постоянно иметь подобный нож, и в принципе, ножи Шакурова, конечно, меня бы интересовали, но боюсь, что мне сейчас, наверное, не по карману будет несколько их купить. Но тем не менее, хочу сказать такую штуку, это очень интересные ножи с очень такими простыми, выверенными решениями, видимо, годами выверенными, потому что, вот честно признаться, тот редкий нож, к которому у меня нет никаких претензий, ни дизайнерских, ни вот в хватах, ни во внешнем виде, ни к чему, очень нравится. Вот как бы это ни было удивительно. Надеюсь, что вам это интересно. Большое спасибо за просмотр. Пока.